Всем привет, ребят! С вами Стивен, и как-то давно роликов по игре Mortal Kombat Mobile не было, надо это как-то исправлять. И поэтому сегодня поговорим о новом персонаже спауне, которого я не так давно приобрел, немного поиграл за него, да и в принципе изучим, что это за персонаж именно сегодня. Пока я им играл, пока я его прокачивал, конечно, я немножечко его оценил, но опять же, это немножечко. В любом случае, в этом ролике мы посмотрим, опять же, на самого спауна, плюс пооткрываем наборы за 15 драконьих сердец. Возможно, выпадет еще один спаун, а возможно, прокачаем какую-нибудь интересную алмазную карту. Поэтому я думаю, что стоит начинать сразу же, переходим в игру прямо сейчас. И начнем, наверное, с того момента, что, конечно, может быть, я покажу, продемонстрирую, как пройти башню порождения Ады Смертельно, но начнем с самого главного. Это, конечно же, со спауна. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. А самое главное, помни, на сайте gamegold.ru самые низкие цены и самая быстрая доставка. Вот он, тот самый спаун. Терзаемая душа. И что он из себя представляет? Вот такой вот красочный персонаж, на самом деле, очень-очень интересный. И, конечно же, это по большей части танк. Мне он чем-то напоминает Джакса Брикса. Я, когда им играл, я такой, о, наверное, это что-то типа Джакса. Я не знаю почему, но именно вот по какой-то определенной игре он мне именно его и напомнил. Может быть, из-за того, что он такой достаточно емкий персонаж. И именно в самой игре, когда ты за него играешь, он тоже выглядит таким достаточно медленным, емким. А-ля, знаете, смесь Шаукана вместе с Джаксом, не знаю почему, и Терминатором. Понемногу от каждого. Вот такое первое впечатление у меня было, но сейчас посмотрим. Во время боя спаун постепенно накапливает некроплазму. При смене накопления составляет 4% в секунду. При входе в бой этот показатель зависит от количества живых союзников. Два союзника — это 0,7% в секунду. Один союзник — это 1,35% в секунду. Спаун остался последним или он единственный — это уже 2% в секунду, но сливать их я точно не советую. Поэтому лучше всего при смене накопления составляет 4%, и то хорошо. Когда спаун накапливает 1 или несколько делений некроплазмы, он может контратаковать врага и использовать доступные деления некроплазмы. Чем больше делений некроплазмы накоплено, тем сильнее будет контратака. Одно деление — низкий урон, средний урон плюс 50% шанса оглушения и высокий урон плюс 100% шанса оглушения. Я накапливал как на 100, так и на буквально 25%, и этого, конечно же, не хватало. Поэтому, да, будем смотреть вообще, что из этого всего получится. Вдруг 50% мне прям очень сильно понравится. Посмотрим. Ну, в общем, ну, это средний урон имеется в виду. Каждый член отряда, включая спауна, получает 15% бонуса к максимальному здоровью за каждое накопленное деление некроплазмы. И того, если у него полностью будет она накоплена, и мы не будем ее использовать, то, как я понимаю, здоровье будет увеличиваться. По логике вещей работает так. Поэтому будем прямо сейчас смотреть. У меня есть люкан, у меня есть скорпион, и, соответственно, спаун тоже имеется. Поэтому выбираем спауна, играем немного им, потом меняемся, и, собственно говоря, вот таким вот образом мы будем играть. Смотреть вообще, как будет накапливаться сила на персонажа. Вот видите, сразу же меняемся и снова наносим вот такой вот урон. Нам, в принципе, сейчас не главная победа, нам главное посмотреть, как это все будет работать. Видите, накапливается она как-то, ну, не очень, далеко не очень. Поэтому прямо сейчас меняемся и далее отыгрываем. Сейчас, кстати, на люкане 163 тысячи. Это, получается, 15% у нас уже есть. Вот тут написано, лечение здоровья. Уже, видите, стало 187 тысяч, потому что была накоплена некроплазма. И она уже переходит второй левел. Я думаю, многие запомнили, было 187 тысяч здоровья, да? Так, сейчас мы выбираем люкана, и у него уже 212 тысяч. Прикиньте, 212 тысяч, это очень хороший результат. И, таким образом, уже Х2 увеличение здоровья. И это еще не конец. Давайте поставим блок. И здесь постоим немного в блоке. 251 тысяча полностью накоплено, и здоровья становится больше. Спауна, в принципе, можно использовать, я вам так сразу же скажу, для того, чтобы... Для того, чтобы играть против боссов. Ну, хотя там, конечно, не работает по факту именно... Именно, именно, именно... Пассивная способность. Но, вроде как, некроплазма должна в любом случае накапливаться. Это значит, все будет идеально. Вот смотрите, мы прямо сейчас используем урон. Ну, я бы не сказал, что он прям супер-мега-крутой. Но, при этом, я могу вам продемонстрировать, как и саму некроплазму, сколько урона он наносит. Как она работает. Ну, и, конечно же, давайте сразу же посмотрим на Fatal Blow. Выглядит достаточно мощно. Хотелось бы теперь некроплазму оценить тоже фулл накопленную. Чтобы посмотреть вообще, как она будет сыграна. И будет ли именно на каких-то других персонажах. Посмотрим. Посмотрим прямо сейчас. И здесь вот такой вот ударчик, который не срабатывает почему-то. И еще один тоже не сработал. Жаль. Конечно же, жаль. Так, ладно. В принципе, сам по себе персонаж неплохой. Но, да, выглядит по большей части как танк. Здесь я не спорю. Именно сам по себе персонаж, он видно вот... Какая-то вариация атаки именно как у Шоокана. Я не знаю, почему, но прям так выходит медленно. Атакует. Вот эти вот все замашки его. Вот это вот все. Оно прям, ну вот, дает то понимание. То, что персонаж, конечно же, хороший. Но можно быть и чуть получше, покруче. Поэтому, да, вот такая вот ситуация. Пока что именно вот такое впечатление. Давайте снова посмотрим. Я первоначально выберу его. Я хочу посмотреть на оглушение. Поэтому нам нужен будет персонаж немножко иной. Видите, вот насколько он, ну, медленный немного. Вот у него такая медленная атака. Он медленно достает свое оружие. Он медленно им расстреливает. Ну, вот такая вот ситуация достаточно интересная происходит. Так, ну, здесь, конечно, какой-то хрен выскочил Скорпион. Блин, и тут я, наверное, не использую некроплазму. Потому что, как вы видите, я по факту полностью избил всех персонажей. Но при этом мы можем посмотреть на 50%. Хотя нет, 50%, я думаю, я его добью в любом случае. Они тут все на отравление за счет экипировки, которую я поставил. И поэтому хотелось бы, конечно, посмотреть, как это все будет работать. Сейчас Х2, насколько я понимаю, накопится, да? Да, вроде бы, сейчас посмотрим немного. По 4%, да, оно прибавляет. Оно прибавляет по 4%. И вот сейчас должно... Да, видите, Х2 сразу же стало. Ну, прикольно. Давайте посмотрим, оглушится ли не оглушится ли персонаж. 50%. Да, видите, оглушился. Ну, здесь шанс 50%, когда полностью накоплено. Там 100%. Почему я этого не продемонстрировал, да? Все очень и очень просто. По той причине, что там я сразу же его победил. И вот он, спецприем 2. Вот такая вот ненавязчивая штука. Прикольно выглядит, прикольно смотрится. И плюс еще увечий вешается. Короче, этого персонажа можно использовать на каких-нибудь, собственно говоря... На ком, на ком, на ком. Кто там довольно часто хилится. Там с китанами какая-то проблема постоянная была. То ли с кем они постоянно хилились. Там башня была, где полностью все хилились. И вот здесь как раз-таки есть возможность за счет спауна делать так, чтобы никто ни хрена не хилился. Опять же, давайте сыграем еще один поединок именно спауном. Посмотрим еще на некие вариации игры с ним. И, конечно же, уже подведем итоги. Так, сразу же выбираю данного персонажа. И сразу же накоплю спецприем. Потому что, смотрите, видите, сейчас за счет яда он восстанавливается. Восстанавливается рейдом. И теперь мы наносим спец... Давайте я не буду набивать полностью. Просто хочу посмотреть, как это будет работать, чтобы его не вынесли. Видите, все, он перестает восстанавливать здоровье. В принципе, работает прикольно. Достаточно. Вот, не восстанавливать здоровье, потому что неизлечимость работает. Это хорошо. Это очень хорошо. В этом есть плюсы кое-какие. И это замечательно. Так, мы здесь постоим. Постоим, постоим, постоим. Все, счет тут отлетел. И далее давайте посмотрим на спецприем первый. Как он работает. Ну, вот такой вот расстрельчик. Кстати, отлично. Отличная атака. Он пробивает ею и наносит достаточно-таки детальный урон. Мне это нравится. Прикольно выглядит. В общем-то, такой вот персонаж. Я не скажу, что есть в нем какие-то минусы. Скорее, только лишь одни плюсы. И это главное. И это замечательно. Поэтому в плане именно самого персонажа, ну, не знаю. Многим он не нравится за счет того, что он достаточно медленный. Кто-то у меня в комментариях вообще сравнивал его с Деворой. Достаточно странное сравнение. Но в любом случае, как-то больше у меня Шоукана напоминает. Вроде играбельный персонаж Шоукан. Но это один из тех самых первых персонажей, у которых появилось не один из, а самый первый, у которого появилось четвертое деление. Но на тот момент оно работало, скажем так, не как какая-то супер-мега новая способность, а просто как вот доп-деление. Это было прикольно. Классно. Вот. И сейчас спаун. У него тоже есть это деление, но оно уже какую-то для себя вот эту вот магическую штуку означает. Ну, как и именно в предыдущих персонажах. Там Рейдены, вот эти вот все. Сони Блейды классические, фильмы там Джонни Кейджи. Да-да-да-да-да. Те самые, те самые персонажи. Так, ну и по поводу башни. По поводу башни, что бы я хотел сказать. Не по поводу этой, я сейчас ее проходить буду, а по поводу смертельной. Классная башня, ничего не скажешь. Выглядит пока что не супер-мега крутой. И это главное. Нам не нужны тут супер-мега крутые башни. Ну и, конечно же, в плане боя я пока прохожу, скорее всего, сейчас до 60-го поединка дойду точно. Не обещаю, что дойду до 100-го. Потихоньку, кстати, вот как раз-таки прохожу боевые пропуски. Уже второй отбор появился. Это важно. Это прям очень важно. И поэтому это хорошо, что они все появились. Так, и давайте-ка посмотрим, где я тут на сезоне нахожусь. Я уже, получается, на 27-м задании, что достаточно-таки неплохо. Могу, кстати, забрать уже 50 душ сверху. Ну, ладно, подожду пока, что есть еще время поиграться, что-то реализовать. Ну и теперь, соответственно, переходим к кристаллу дракона. Посмотрим, что мне попадает. Буду открывать именно с шансом на выпадение спауна. Хочется именно как-то его оттуда достать по возможности. И у меня на это есть около 15 круток. Ну, по крайней мере, с перепродажами персонажей, я думаю, что так и получится. Так, а почему мне не написало, сколько я хочу? Или тут только по одному можно покупать? Нельзя сразу же купить 6 штук, например. Просто, опять же, вот эта вот загрузка, она на постоянке, она очень сильно бесит. Я могу по нескольку раз перезаходить в игру, чтобы просто-напросто хоть как-то сыграть. Потому что я захожу именно в крипту, и там я нахожусь буквально минут 10. У меня по какой-то причине выдают какую-то сраную ошибку. И после этой сраной ошибки я ничего сделать не могу. Вот прям глобальнейшая в этом плане проблема. Вот сейчас я нажал на кнопку даром, у меня идет загрузка какая-то на постоянке. Я ничего сделать с этим не могу. Охеренно, охеренно. Вот спустя сколько времени, минуту, наверное, открылся этот сраный набор. Ну, это же дичь полнейшая. Теперь я на него тапнул, и он не открывается. Ну, бред же, бред. Ну, я не знаю, разработчики, ну разберитесь хоть немного с этой игрой. Хоть как-то разберитесь с ней, я не знаю, честно. Ну, прям сильно бесит вот эта вот вся ситуация с открыванием наборов. А, это даром? Даром? Стоп, а что это за прикол даром? 10 наборов даром? Ладно, хорошо, открываем даром. Я даже не обратил внимания. Я... Блин, я настолько сильно заговорился, что я не обратил внимания, что это бесплатные наборы, которые даются просто так по приколу. Это интересно. Ладно, хорошо, тогда будем открывать наборы, которые даются даром. Ага. Спаун терзаемая душа, а также карта ламазного персонажа из МК-11 или классического персонажа. Хрена себе. Даже не обратил внимания, серьезно, ребят. Я в ахере, что здесь даром наборы дали. Блин, так теперь их и особо открывать-то не хочется, потому что я хочу 30 из 30 накопить. Поэтому, наверное, давайте-ка мы оставим эти наборы. Потихоньку буду их открывать. В любом случае, набор призыва Скорпиона из МК-1. Игра ты рофли что ли? Столько всего добавили. Блин, кайф, кайф, просто кайф. И здесь классные персонажи, кстати, падают. А сколько шансов на Скорпиона? 1,25%. Блин, ну, не знаю, надо отдельный ролик, наверное, все-таки посвятить будет данным наборам. Как-то я не заходил сюда, не обратил даже внимания на то, что есть, оказывается, доп-наборы. Об этом даже сообщения не было, а я туда не заходил и не смотрел. Может, уже сейчас появилось? А, вот, видите, на Комик-Кон. Приветствуем вас, бойцы. Компания Мистер Фарлайн... Мистер Фарлайн какой-то. Игрушки празднуют свое 30-летие в эти выходные. На Комик-Кон в Сан-Диего. И спаун тоже собирается посетить это мероприятие. Отпразднуйте это событие и примите подарок от команды Mortal Kombat Mobile, который будет доступен с 25 июля до 1 августа в 19.00 по МЦК. Получите эксклюзивное снаряжение спауна, 100 душ и 50 кристаллов дракона. Отправляйтесь в магазин и получите 10 бесплатных наборов призыва спаун «Терзаемая душа», чтобы иметь шанс добавить его в свою коллекцию. Я даже не обратил на это внимание, что вот эта вот вся штука имеется. Охренеть. Ну, я просто зашел в игру, днем этого еще не было, и я сразу же начал записывать ролик. И у меня К7 кожа уже второго слияния. Но, опять же, по прокачке я очень много монет потратил. У меня было 24 миллиона, сейчас остается только 8 миллионов. В общем-то, понимаете, что у меня не два слияния, а получается карта и слияние. Это стоило мне что-то в районе суммарно миллионов 12, наверное. 12 миллионов, да, вот такая вот ситуация. Ну и, в общем-то, да, вот такой вот видос получился. Казалось, пооткрываю наборы, но пока не стал этого делать. Отдельный видос посвящу этой теме. Посмотрим как раз-таки, что мне там попадает. Я уже это сделаю завтра, думаю, так будет в разы лучше. А там и до башни порождения Ада Смертельная, недалеко с этого поединка пройду его вот таким же образом. Поэтому остановимся пока что на обзоре. Классный персонаж, клевый персонаж. Со своими нюансами, со своими минусами. Но все мы не идеальны, как и персонажи в игре Mortal Kombat Mobile. Какой-то лучше, какой-то хуже. Это нормальная ситуация. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.